На самом деле это был не столько слёт, сколько обучающий семинар. 64 участника разбились на 8 команд, и в течение трёх дней каждая из них предстояла превратиться в настоящую боевую единицу. Ребят учили основу воинского искусства. Это сборка-сборка оружия, знание материальной части вооружения. В военно-исторической были вопросы очень интересные. Топография, медицинская подготовка, стрельба из пневматической винтовки. А ещё рассматривались вопросы экологии и даже компьютерной безопасности. Лекции читали специалисты, военные, медики, преподаватели специальных дисциплин. Каждый день выпускался боевой листок. Впрочем, и на отдых время было. Была также развлекательная программа. Мы также проходили квесты, готовили концерты, выступали. Также были свечки. В конце дня мы рассказывали друг другу, как мы провели этот день, и что нам больше всего понравилось. Позади обучение, теории и практика. В последний день работы слёта – главное испытание. Зачёт по всем дисциплинам, в которых получены знания. Участники команды-победителя получают полный комплект формы юнормейца. Вам всем удачи и победы заслужены. Я думаю, что вы все постарались за эти дни, подучились, посмотрели, где-то каким-то опытом обменялись. Это всё будет очень полезно. Поздравляю с праздником и всем победы. Но перед началом главных состязаний – посвящение в юнормейце. Теперь у каждого из этих ребят будет свой берет с эмблемой юнормейского движения. «Быть патриотом и достойным гражданином России. С честью и гордостью нести высокое звание юнормейца. Клянусь!» Главную роль в организации проведения слёта юнормейцев Ленинского района сыграли военно-патриотические клубы «Ратник» и «Застава». Именно они, в частности, отвечали за организацию зачётных испытаний. Эти ребята знают, что даже метание гранаты – целое искусство. «Вначале у них идёт стоя, то есть кинуть из-за головы гранату, попасть в тот бруссер. Дальше у них идёт второй этап – метание с колена. То есть им нужно кинуть гранату и тут же лечь, прикрыв голову руками». Надеть костюм химзащиты – тоже задача не из лёгких, потому что большинство манипуляций приходится делать практически на ощупь. Но настоящие юнормейцы не сдаются. «Как ощущения?» «Нормально». «Сложно, нет?» «А какие сложности?» «Не видно в противогазе почти ничего». Глядя на то, как некоторые участники команд обращаются с оружием на одном из испытаний, когда требуется разобрать и собрать автомат, понимаешь, время здесь они провели не зря. «И! Следующий юнор!» «Наш слёт проводился первый раз, и он будет, скорее всего, два раза в год. Это будет вариант, летний вариант с элементами, и зимний вариант. Я думаю, справимся с этим, очень интересно. Мне самого понравилось, я думаю, что это надо делать». Более 250 тысяч ребят по всей России стали участниками движения «Юнармия». Теперь их ряды пополнили и ребята из Ленинского района. Максим Козлов, Евгений Садовский. Видное ТВ.